Солнечный погожий день В клубе Драйв, прекрасный вечер, это было в экономе Нового года, кажется, 24 или 25 декабря Мы тогда с девочкой поехали в Драйв, отдыхая, танцевая И я вижу, у нас за столом сидит парень, думаю, кто это такой? И вот так оказалось, что так обвернулось, что вот... Честно говоря, не сразу особо заметили друг друга, я там была с подружками, мы развлекались, он с друзьями Но в итоге часов в 6 утра судьба нас свела снова Когда я первый раз его видел, ничего не пробежало, потому что я был расслаблен В клубе там, алкоголь, все дела Это уже на следующий день мы встретились Взял у меня номер телефона, мы созвонились и встретились вечером Когда он пригласил меня на свидание, на наше первое свидание, нормальное свидание Я очень боялась не вспомнить, как он выглядит Сели в кафе, я на него не смотрел, потому что я не мог вспомнить лица Но я думал, мало ли, да, мало ли, не то, что я себе там на кухне И именно на первом свидании почему-то у меня проскочила мысль, что, наверное, это мой будущий мужчина Да И я нужна была уезжать через полтора месяца Больше, чуть меньше, чем на год, больше, чем на полгода, да И мне почему-то вот все мое нотро подсказывало, что мне не нужно этого делать Я переживал, но я знал, что у нас в итоге она вернется Потому что это, я просто объяснил, что это не Это да, интересно, пока ты молодой Кататься, люди, там, знакомства Но все равно, рано или поздно, ты хочешь как-то сесть, завестись в мир А если в молодость потеря, то делается в молодости А когда ты прокатался по миру всю жизнь Потом уже, когда тебе лет сорок, искать создавать семью Ну и уже поздно, ни детей не заведешь, ничего Я объяснила просто элементарно, она поняла Но я все равно уехала, но вернулась я раньше, чем планировала, да И вернулась я не жалею Вот как-то так Я ему намекала, наверное, уже в последнюю позицию Полгода Я ему говорила, как бы, ну, Юра, в общем, как бы Он не был готов И вот, кстати, тоже его основное качество То есть его не нужно подталкивать, он должен сам к этому прийти И это было очень уютно Мы пришли в ресторанчик, в камин Мы вдвоем, у него вспотели ладошки Это было очень смешно, потому что я понимала, что там что-то ерзает Он достает эту коробочку, у него трясутся руки Он говорит, блин, где тут салфетки Именно с нашим столиком не было салфеток И он достает эту коробочку и делает мне предложение Я вижу, как он пытается показать, что он невозмутимый, что он такой вот, все-все нормально Я реально понимала, что он очень сильно нервничает, он очень сильно волнуется Вот, и это было на 14 февраля, где у всех влюбленных Около года назад она уже вот так вот, девочки, я не могу Девочки, у меня дела Ну, мы так, пообижались чуть-чуть, недолго Ну, мы, естественно, все понимаем, время пришло Если честно, не изменилось, она стала лучше То есть она и так была хорошей, супер она, просто супер Ну, она стала лучше, более заботливой Кристи, ну, в тебе столько энергии нескончаемой Я просто даже не знаю ни одного примера Кто бы мог с тобой соревноваться в этой жизнерадостности Жизнь Кристины через 5-10-20 лет я вижу Умеренно веселая, умеренно спокойная Юра на крутом байке Мы с ним на выходных ездим на нашу дачу Трехэтажную Я бизнес-леди, но все в той же сфере В сфере фитнеса, в сфере красоты и здоровья У меня свой фитнес-клуб У Юры своя клиника То есть мы оба делаем людей красивыми Мы счастливы, у нас двое детишек Я хочу двое детей Девушку и мальчику Вообще самое главное, наверное, качество, которое я оценила в нем с самого начала Это сдержанность, это мужественность Вот он, вот мужчина в полном смысле этого слова У него очень сдержанные движения, разговор Он, даже юмор Он у него такой сдержанный Но если он скажет слово, то все падают просто Да, он шутит редко, но метко Вот, и я это сразу в нем заметила И я всегда именно такого мужчину приселила рядом с собой Потому что я такая вся взбалмошная Вся там суперэнергичная, гиперэнергичная, наверное, да И вот как раз мне нужен именно такой спокойный, сдержанный, твердый мужчина рядом Я в Юре вот с первых минут, с первых секунд увидела именно это Вот такой статный и стена, которая будет меня защищать и охранять всю жизнь Надеюсь Кристина, я тебя сейчас держу за руку и так будет всегда Я буду стараться быть хорошим мужем Этой потрясающей паре, от которой заряжаешься всегда исключительно положительными эмоциями, позитивом Вот это вот, это же, это вот на месте не сидит, это же попрыгунчик Мы желаем вам сохранить это тепло в отношениях, этот огонь Любви вам огромнейшей, это очень важно, без любви никуда Хотя многие говорят, что любви нет, это все, привычка нет Любовь есть, но не одержится весь этот мир Терпение вам, будьте счастливы, любите друг друга Кристина и Юра, берегите друг друга, будьте счастливы Дорогие наши финны, в такой путь вы сейчас направились, очень трудный, сложный Который я бы пожелала много терпения, много опыта и разнообразия Во-первых, интересного и веселого и очень увлекательного пути Чтобы вы всегда не теряли вот этот дух молодости Чтобы вы всегда ценили друг друга, понимали друг друга, поддерживали И я, наверное, скажу, что это самое главное, чтобы удача и здоровье и любовь в вашей семье находилась Потому что, когда благополучие и понимание в семье, тогда все остальное нипочем Вы спокойны? Тогда мы желаем вам участия Через пять лет я вижу Кристину и Юру с некоторым таким задумьем Потому что пять лет это трудный этап, когда начинаются такие где-то недопонимания Потому что они столкнутся с такими сложностями Но если они перейдут в пятилетний промежуток жизни, значит, они смогут прожить и десятилетие, и пятнадцатилетие, и двадцатилетие Так что желаю им удачи во всем, чтобы они сложились во всем Такие классные ребята, все смогут Я обращаюсь от имени, наверное, всех друзей мужского пола Ты, Юр, наверное, единственный человек на протяжении пятнадцати лет, которому можно было позвонить в двенадцать часов ночи, в пятницу или в субботу И быть уверенным, что ты не дашь заднюю С этого дня мы тебе, конечно, будем звонить уже реже Но это не значит, что мы не будем видеться чаще Просто мы ждем от тебя звонка, чтобы не беспокоить тебя, твою семью Желаю вам счастья, настоящего счастья Чтобы вы всегда были вместе Чтобы вы не забывали про своих друзей Чтобы у вас было много деток Чтобы вы объездили на байке весь этот мир И чтобы вы погуляли на всех наших свадьбах Счастья и всего наилучшего Ребята, все будет классно И вообще, вы супер Самое главное, чтобы у вас все-все-все было удачно Чтобы вы были просто молодцами А вы самые классные, самые крутые Вы умнички Горько! 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 Субтитры создавал DimaTorzok